Вот посмотрите, что творится. Вот видите, все капает здесь, все сырое. Все сырое. И вот все капает и капает. И каждую весну так. В капитальном ремонте квартиры в доме номер 38 по улице 1-й Ударной Армии нуждаются каждый год от постоянной сырости. Даже самые прочные обои быстро отваливаются. Стены, мебель и одежда покрываются грибком. Зоя Алексеевна рассказывает, что квартиру они с супругом получили более 30 лет назад. Но таких проблем, как в последние годы, никогда не было. Вот что происходит. Это только весной мы заклеили все. Это происходит после того, как у нас стала новая вот эта вот компания. У нас была Пассат Энерго. И 30, сколько, лет 5, 35 лет мы жили спокойно. Ничего у нас не текло нигде, ничего. А сейчас вот каждую весну, не то что весну, а зимой, вот как начинается оттепель, так начинается. В управляющую компанию МОЗ «Облэксплуатация» Зоя Алексеевна обращалась не один раз. Писала заявление, звонила, записывалась на прием. Проблему каждый год обещают устранить. Но от чего-то ВОЗ и ныне там. Последний раз пытались починить крышу в марте текущего года. Но почему-то она по-прежнему течет. Они что сделали? Они сняли всю крышу во всем доме. Потом начали постепенно делать. С какого подъезда не сняли. И пошел дождь. Это был октябрь месяц. Пошел дождь. Все залило до первого этажа у нас. Тут все бегали они. Все начальство прибегали. И фотографировали, и снимали, и все. Но потом, в конце концов, сделали. Сделали. Дожди прекратились, и они начали делать. Все это они сделали. Но каждый год, каждый год, как только Новый год, перед Новым годом, все время у нас вот это вот. Жильцы дома рассказывают, что и за капитальный, и за текущий ремонт платят исправно. Но от своей управляющей компании такого исполнения обязанностей, увы, они не видят. Тем временем жильцы всерьез опасаются не только за ремонты в своих квартирах, но и за свои жизни. Когда ветер сильный и дождь, оно все до первого этажа проходит. Судя по следам, которые оставили потоки, вода из-за протекающей крыши течет в электрический щиток, установленный в подъезде. Они даже ничего не говорят. Принимают заявление, и все. Пока управляющая компания не принимает должных мер по устранению протечки крыши дома, заявления от жильцов копятся. Но если бумага может стерпеть все, то человеческое терпение явно не безгранична. Татьяна Сташенко, Ирина Самойлова, Михаил Жучков. День города.